Друзья, привет всем! Каждый выпуск мне задают много вопросов по поводу машины. Как приехать сюда на машине? Как можно здесь находиться на своем автомобиле на российских номерах? Я, как видите, тоже сюда приехал на автомобиле. Давайте за одно видео я попробую ответить вам на все вопросы. В самом начале хочу сразу же попросить вас поставить лайк, чтобы это видео набрало больше просмотров, чтобы меньше людей мне задавали одни и те же вопросы. Ну и давайте делиться полезной инфой с другими людьми. И подписывайтесь, кстати, на канал, кто вообще интересуется недвижимостью, и не только недвижимостью, Турции, непосредственно города Алания. Итак, я себе сделал тут небольшую пометочку, чтобы ничего не забыть. Первый пункт у меня стоит, как заехать. Как заехать? Грубо говоря, можно сказать так. Заехать в Турцию стоит 50 долларов. Больше ничего не надо. Я собрался просто в Сочи, взял с собой 100 баксов, сюда в нагрудный карман положил и выехал. Дорога у меня составила 4 дня. Почему 4 дня? Кто-то скажет, почему так долго? Ну, во-первых, днем я ехал только днем, ночью я вообще не ехал, ночью я спал. И плюс дорога в реальности не совсем такая, как на Яндекс.Картах. Кое-где не получается ехать больше 20 км в час. Кстати, я снял большое видео про свое путешествие в двух частях. Сейчас ссылка появится у вас в этом углу вашего экрана. Если кому интересно, со всеми подробностями, можете посмотреть. Дорога, кстати, путешествие получилось такое незабываемое. Часто вспоминаю. Дальше. Почему 50 долларов? 50 долларов вы платите на границе. Я заплатил это за 3 месяца страховки. Страховка ОСАГО. Ну, плюс еще в Грузии я заплатил по минимуму. Минимальная страховка на минимальное количество дней. Там в районе 1000 рублей получилось. От 1000 лир в год стоит уже местная страховка, когда уже ты находишься здесь. То есть, вот прошло 3 месяца, я поехал, продлил себе страховку, получил. Но я, правда, на 3 месяца сделал. Стоила она уже здесь, в районе 25 долларов. В год получается от 1000 лир. 1000 лир это где-то 10-11 тысяч рублей. Курс лиры к рублю всегда 10-11 рублей. Где-то между вот этими двумя цифрами варьируется. Далее. Как здесь находиться, да, второй пункт. Два года здесь можно находиться на своих номерах, на российских, например. Я на российских номерах, со своими правами. Два года спокойно можно находиться. Через полгода, ой, через два года нужно выехать на полгода. И потом снова можно заехать. Причем на полгода нужно и тебе выехать, и машине. То есть, если ты только машину, да, выгнал в другую страну, и сам приехал, полгода здесь потусил, это не значит, что через полгода ты можешь ехать за своей машиной. Вот через полгода нужно будет мне что-то придумывать, не знаю, куда-то поеду на полгода пожить. Либо я поеду туда, продам свою машину и куплю здесь другой автомобиль. Но почему я сразу этого не сделал? Здесь автомобили примерно в два раза дороже, чем у нас. Поэтому мне очень не хотелось продавать свой Infiniti и покупать здесь какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь Tufash местный. Либо какой-нибудь Hyundai-чик старый. Через три месяца на учет. Через три месяца, да, здесь нужно поставить машину на учет. После того, как вы получите ВНЖ, я получил ВНЖ и поехал, сразу поставил на учет. Заняло это у меня порядка 15, наверное, минут. Стоило это нисколько. Кстати, по пенсионерам, им, по-моему, можно то ли три года здесь находиться без выезда, то ли четыре. Я вот не помню, то ли в два раза больше, то ли на год больше. Эту информацию, если кто-то знает конкретно, обязательно напишите в комментариях. Поделитесь с другими пенсионерами. Пункт четвертый. Улетаешь, сообщи. Если, например, я решу куда-то улететь в течение этих двух лет, обязательно мне нужно сообщить, где я оставил машину, место расположения моей машины. И второе, подписать бумагу о том, что я не доверяю управлению транспортным средством никому. Вот такой порядок действий. Дальше. Пятое. Тонировка. Сбылась мечта идиота. Здесь можно тонироваться. Я вот недавно буквально затонировал машину полностью. Ну, я не стал прям, как у нас говорят, в хлам пятаком ее тонировать. Вот лобовое стекло, конечно, с самой легенькой такой тонировочкой сделал. Но здесь это просто необходимо. Я вообще считаю, во всех курортных городах должна быть разрешена тонировка. Потому что все-таки жара. Я не знаю, в прошлом году у Рамиля вообще зажигалка взорвалась в салоне. Ну, температуры немножечко другие, как, например, в основной части России. И поэтому совершенно дискомфортно ездить на вот такой машине, как в аквариуме, в курортном городе, где же, ну, где очень много солнца. Затонироваться, кстати, знаете, сколько стоило? В районе трех тысяч рублей. Тонировал я два передних стекла и лобовое. Вышло три тысячи рублей. По пятьсот эти. А, почему? Пятьдесят лир эти и сто это. Долго вспоминал сейчас. По пятьдесят лир вот эти два стекла передних и лобовое стоило двести. Там у них тоже есть выбор. Чем дороже, тем лучше будет качество тонировки, тем лучше будет видно изнутри, и тем больше у него будет свойств таких солнцезащитных. В Сочи бы у меня это стоило полторы тысячи вот эти два окна и пять тысяч лобовое стекло. Получается восемь тысяч рублей. Здесь три тысячи рублей. Опять экономия. Штрафы. Следующий пункт штрафы. Когда я ехал сюда, Женя была за рулем, слишком сильно разогналась. Ей выписали штраф. Штраф был тысяча лир. Это порядка одиннадцати тысяч рублей на тот момент. Ну, превышение было большое. Гаишники местные сказали, что это максимальное превышение. То есть было разрешено 120, наехало где-то 167. Но я ее прекрасно понимаю, дорога вообще идеальная. Можно 250 по ней ехать. Машина едет. Чего не ехать? Красота вокруг, дорога идеальная. Гаишники, кстати, местные. Очень доброжелательные. Вообще не такие, как у нас. Здесь и полицейские не такие совершенно, как у нас. Они, ну, то есть все с улыбкой, все добродушные, все идут тебе навстречу. Например, у нас, если бы еще Женя забыла вообще свои права в Сочи. Я ехал здесь, мне выписали на мои права штраф. Ну, то есть пошли на уступки на какие-то. Я думаю, у нас, если бы меня так поймали, ох, сколько денег бы я отдал. Выписали штраф в тысячу лир. Причем, если оплатить штраф, по-моему, в первые две недели, не месяц, как у нас в России, то скидка 25%. Дискаунт. Следующий пункт. Права поменять через 6 месяцев. Да, через 6 месяцев нужно поменять права на турецкие. Для этого не нужно ничего пересдавать. Нужно заплатить там в районе, если я не ошибаюсь, 2000, где-то 500 рублей в среднем. И получаешь турецкие права. Но, если ты за эти полгода куда-то выехал из страны, вылетел, например, вот Рамиль у нас вылетел в Москву, да, на конференцию летал. Я, не знаю, планирую в Батуми, может быть, слетать этим летом. Вот, то 6 месяцев эти аннулируются. Ну что, вроде бы я постарался на все вопросы ответить. Если у кого-то еще есть какие-то вопросы, если я какую-то тему не разобрал, обязательно задавайте вопросы в комментариях. Я постараюсь всем ответить. А мне нужно протирать окна изнутри. У меня приклеилась тонировка. Два дня я ждал, не трогал. Сейчас хочу протереть изнутри, чтобы было хорошо видать. У нас, кстати, хорошие новости. С 1 июня открывают все кафешечки, рестораны. Мы думали, вот уже сейчас откроют с 11, но нет. Открылись только торговые центры. Ну и то не на 100%. Открылись, наверное, процентов на 50. Например, вот Аланью. Половина закрыта, половина открыта магазинов. Не знаю, с чем это связано. Бойнер, мой любимый, закрыт. Я его ждал, что он откроется. Он откроется, сказали, только через неделю. Скорее всего, в общем, он откроется тоже 1 июня. С 1 июня бассейны, рестораны, кафе, вот эти, которые на море. Все вроде как должно открыться. Почему вроде как? Потому что, не знаю, сейчас такая ситуация. Все может измениться за один день. Но новости положительные. И надеемся мы уже, что в июне даже, скорее всего, причем, уже можно будет сюда прилететь. Вот так вот, друзья. На такой мажорной ноте хочу закончить это видео. Всем хороших выходных. И дай бог, увидимся в Алайне. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok